Всем привет! Если вы видите это сообщение, это означает, что меня нет с вами, и я в Сколково. Но это не значит, что я не могу вам рассказать о том, что лежит у меня на сердце, и о чем поговорить с вами попросил Женя Нилов, организовавший этот замечательный семинар. Женя, спасибо тебе, привет! Привет всем! Мое сообщение будет состоять из двух частей. Первая часть информационная, которая будет содержать в себе некий запрос на помощь и на рассказ о каких-то практиках, которые я бы хотел по-прежнему, несмотря на то, что происходит, положить во внутренний корпус КСП. И второе, это высказывание по поводу, наверное, основного вопроса, который вы сейчас будете обсуждать, это вопрос о протоколах, входах и выходах, и вообще протоколах-протоколах. Постараюсь быть кратким, понимаю, что время сжато, вам нужно как следует поговорить, может быть, даже обсудить то, что я сказал, но не знаю. Итак, по первому вопросу. Есть два курса, которые, как мне кажется, образовательно могут спокойно войти во все вещи, которыми мы занимаемся. Курс стори-теллинга и эмоционального интеллекта сжался до очень конкретной коробки, которая сейчас активно обкатывается и среди детей в школе Сеймерхаус, где я преподаю и среди студентов, в университете управления, где я опять же преподаю, и, как показала последняя практика некоторых больших тренингов в ходе программы развития моногородов, она отлично заходит в том числе и на больших программах. Но я один. И здесь у меня есть серьезный запрос на то, чтобы каким-то образом вырастить падаванов, которые эту практику смогут тиражировать и точно так же, как я, может быть, даже лучше, кто знает, какие-то будут падаваны, транслировать дальше. А второй запрос на то, чтобы, мне кажется, эти инструменты необходимо включать внутрь наших образовательных программ, в том числе того же проектного управления. Как показывает практика, начальный курс стори-тейлинга и начальный курс метода ассоциативного мышления отлично подходят для работы со смыслами в рамках длинного проектного или процессного шага. Поэтому, что я предлагаю? У нас есть клуб игропрактиков и модераторов. Давайте попробуем в рамках этого клуба провести некий дополнительный семинар, на котором я расскажу базис, изложу образовательный контур, то есть, как мы будем учиться, как я готов учить. И в течение месяца-двух попробую, если группа, конечно, наберется, людей этому научить. Очень четко, очень понятно, чтобы мы могли это дальше транслировать. Но я должен понимать, что это люди, которым я готов доверить эту методику, и люди, которым я доверяю. Людям из КСП я доверяю. Поэтому мой запрос вот сюда. В результате мы получаем новый продукт, который мы спокойно можем вкладывать внутрь коробки. Больше коробки, чем та коробка, которая сейчас есть у меня. Так что, если вы готовы, есть я, есть вы, давайте сделаем это вместе. Ну и второй вопрос. Извините, что я говорю немножечко спутанно. Я второй день после операции, третий день, прошу прощения, после операции, поэтому мне просто тяжело артикулировать. Но, тем не менее, ничего не поделаешь. Второй вопрос по поводу протоколов входа и выхода. И вообще протоколов протоколов. Боюсь, что я сейчас выскажусь. С одной стороны, постараюсь высказаться позиционно, а с другой стороны, выскажусь в стиле амфанто-рибль. Мне кажется, что никаких протоколов менять не надо. Что те протоколы, которые есть сейчас, полностью удовлетворяют нашим потребностям. Итак, смотрите, что происходит. Мы долго говорили о том, что мы сообщество. И воспитывали себя, и растили себя как сообщество. В итоге что получается? Ну, действительно, это так. Мы как-то вместе работаем. Кому-то приятно друг с другом работать, кому-то неприятно, кому-то перспективно, кому-то не очень. Но мы, тем не менее, есть. Мертвые души, о которых мы так часто говорим, а кто эти люди, где они, откуда они взялись, как показывает практика в определенные моменты, они всплывают, и их через действующий инструментарий прекрасно можно выцепить, и прекрасно можно с ними тоже коммуницировать и работать. И если с ними правильно поработать, все получается. Поэтому, первое, коммерческий протокол, превращение на сообщество. В корпорацию, а не в сообщество. Мне кажется, нужно отменить. Даже не вводить. Почему? Посмотрите на то, что происходит сейчас с продвижением КСП. Как выяснилось, в эту схему нужно было добавить одного человека с повышенным уровнем связности. Ну, Сережа Бантус, спасибо тебе за это. Вы отвечаете Сережу Бантусу на запросы о том, что у вас происходит, гораздо быстрее, чем вы отвечали мне. Очень хорошо. Я по-прежнему пишу лучше всех, а Сережа Бантус просто транслирует мне ту информацию, которую он снимает от вас. И все работает. Без копейки денег. Еще немножечко. Я готов точно так же приложить те усилия по введению всего этого в медийное поле. Как и говорил раньше, просто транслируйте нормальный запрос. У Сережи Бантус это получается. Спасибо за это, Сережа. Денег ноль. И это касательно превращения нас в коммерческие протоколы. Кубышка, безусловно, нужна. Вот о ней вы можете поговорить, как она формируется, для того, чтобы решать какие-то финансовые задачи, которые иногда нужны. Например, нужно купить куда-то билеты. И чтобы не брать эти деньги с людей, а купить на них из какого-то общего фонда. В такую кубышку, я думаю, все не будут отказываться сколько-то скидывать. Но это мое предположение. Второй вопрос. Протоколы входа и выхода. Протоколы входа и выхода, еще раз говорю, менять, друзья мои, не надо. Вот по какой причине. Ну, во-первых, потому что мы не можем пока разрастись до слишком большой корпорации. Да и не надо, наверное. А вторая история, которая куда более мне представляется важной, это как раз история о понимании той самой связности, о которой говорил Тимур, пытаясь изобразить вот эту карту, которая как работает. Я пока, к сожалению, не разобрался. Ну, наверное, разберусь. Итак, по поводу этой самой связности. Посмотрите, кто голосует. Голосует за человека в нынешнем протоколе. Те, кто его знают, те, кто с ним работал как-то, или просто понимают, что это за человек. Мы берем голосование, мы прекрасно видим, с кем человек работал. И если хотя бы три человека, да даже два за него поручились, и понимают, что он разделяет с ними ценности, ну, почему не включить такого человека в сообщество? Если при этом мы допускаем, что в сообществе есть какой-то анфантерибль, который будет голосовать против, ну, значит, мы его сами вырастили. Значит, он у нас есть внутри. И хотим ли мы, чтобы он у нас был? Или мы попробуем с ним как-то покоммуницировать, чтобы он больше так не делал? Это протокол входа. Он нормальный, правда. Если нет ни одного внятного возражения, человек может войти. А с другой стороны, мы видим, сколько людей у нас вошло, можем всегда поднять голосование и смотреть, с кем этот человек связан. Если он связан хотя бы с тремя людьми, уже хорошо. Все равно мы все друг с другом связаны быть не можем. Ну, просто не можем. Есть какие-то принципы, кто-то с кем-то не работает, кто-то кого-то на работу не берет. Ну, это нормально. Кому-то с кем-то неприятно даже в одном помещении находиться. Ну и что? Ничего страшного в этом нет. Это общество. Так бывает. Вот то, что я думаю. А по поводу протокола выхода он может быть всего один. Человек не хочет больше быть в КСП. И прямо об этом говорит. И выходит. Все. Дело добровольное. Хочешь? Да. Не хочешь? Нет. А кто может судить о том, разделяешь ты с нами ценности, не разделяешь, сдаешь ты деньги, не сдаешь ты деньги? У всех разные обстоятельства. У всех разный характер. Но если ты позиционируешь сам для себя, внутри себя, позиционируешь себя как единое целое с этими людьми, кто может тебе запретить так себя позиционировать? Вот то, что я хотел сказать. Я надеюсь, у вас все получится продуктивно. Я буду за этим совсем стараться следить. Ну и хотел бы быть с вами. Я вас люблю.